ну что свершилось алексей узленко в студии только в этот микрофон ты говорить не будешь вот в этот а пить будешь в тот теперь группа знаки в полном составе слава богу можем начинать привет тебе да всем здравствуйте дети так поносил от помотал что еле добрался ибо у пробки так давайте тогда представлять будем коллектив первая песня уже отзвучала будем считать что она была сыграна положить называется есть понятное дело все юзленко вокал гитара братцы если музыкантом я сейчас обращаюсь друзья мои раз за эфир можно подойти к микрофону поздороваться с аудиторией клавиша у нас алексей а пардон андрей яночкин да там ты ничего не скажешь ты там только петь будешь выйди пожалуйста вот сюда да хотя бы так вот разочек здравствуйте молодца получилось значит гитара у нас сергей письмиров серёжа всем привет вот он красавелла на басу ярослав угадов а у барабанщик свой собственный микрофон который он может к себе вот так подтянуть прекрасно сказать да виктор канавал всем привет ну собственно говоря вот они все здесь сейчас полным своим составом замечательно себя чувствуют готовы к работе два часа времени у нас есть для того чтобы поговорить поиграть порадовать аудиторию ну и понятное дело почитать сообщение которое вы пишете я сразу сообщаю что вы можете присылать свои смс к 46 47 это короткий номер для смс сообщений 46 47 пишите сначала свои затем делать пробел а дальше сообщение это могут быть вопросы это могут быть эмоции впечатления но в общем всего чего хотите того и пишите официальная группа вконтакте для вас работает точно также там есть уже давным-давно анонс фотографии в анонсе группа знаки выделена синим это значит активная ссылка кликайте оказываетесь у них сообществе ну и под анонсом можно чего-то писать народ пишет уже хорошо будем зачитывать значит как только дело дойдет до этого зайдя на сайт свое радио . fm свое радио одним словом . fm понятно рассказывать как пирца не буду там есть сверху плеер с левой стороны онлайн аудио чтобы слушать с правой стороны онлайн видео вы кликаете на эту кнопку и оказываетесь в видео трансляции которую для вас и для нас представляет портал планета ру там собственно под картинкой мы имеют сама картинка это одна история чат в котором тоже можно отписываться или ты картинку запустила нет точно а что то у меня опять таки составка сейчас надо обновиться посмотреть все вроде картинка идет все хорошо и так ну во первых спасибо что пришли я говорю всем спасибо что пришли потому что вас ждали и люди очень активно откликаются сейчас на на то событие которое здесь в студии происходит группа знаки здесь надо наверное уже спеть живем да попробовать как все звучит правильно да конечно давай попробуем кстати не назвал еще одного человека сергей а потому что звукорежиссер коллектива сегодня на звукорежиссер скам месте звукорежиссер коллектива сергей актуш правильно актуш прости господи не хотел обидеть ни в коем случае сергей актуш и так как всегда программе живые исключительно живой звук поехали пока мои подруги дуры селегко нелегкие горы пока мои друзья зануды изучали институты кто-то стал уже масоном кто-то в поисках бозона только я который год смотрю безумно на восход мое солнце восходит несмотря ни на что мое солнце восходит несмотря ни на что я негодяй я подонок но и хорошо и вот вокруг меня сануды и свергают радовой полостью Ну, давай, ломай меня полностью Со всеми мудрыми, до чего должен Еще не родился, всем же должен И только я, который год смотрел безумно на восход Моё солнце восходит, несмотря ни на что Я негодяй и подонок, но и хорошо Моё солнце восходит, несмотря ни на что Я негодяй и подонок, но и хорошо Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моё солнце восходит, несмотря ни на что Я негодяй и подонок, но и хорошо Эй! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вот и отличненько Вот и хорошо Вот и правильно Группа знаки здесь сегодня Как водится в программе «Живые» Все исключительно живьем Ну, бывают, конечно, редкие исключения Вот как сейчас, когда случилось некое запоздание Ну, все остальное живьем Это важно Давайте будем делиться Делиться тем, что у вас есть нового Потому как альбом нового нет Свеженького Ну, как бы он есть Но Но вы его уже пели Но как бы его нет Ну, как бы его нет А когда он как бы будет? Он, я так подозреваю, будет, наверное, в апреле числа, например, 12-го или 13-го Ты, смотри, даже число знаешь точно, когда он Ну, я так подозреваю, что так получится Хорошо Ну, вы сейчас готовитесь к туру, как я понимаю, большому и серьезному Ну, он... да, да Когда он начнется? Начнется, например, 5-го мы уезжаем в Нижний Новгород Потом 7-го в Севастополь А потом, я уже запутался в городах Там уже прям... Там много всего Да Ну, в любом случае, в сообществе это можно посмотреть В группе ВКонтакте наверняка есть информация Я так полагаю Наверняка есть? Наверняка есть, да Леш, не в курсе Ну, ничего-ничего Я тебе сообщаю, что наверняка есть В общем, загляни и загляни Узнаешь, где ты будешь в ближайшее время Мне вот сегодня охота поговорить на разные темы И не только по поводу группы Знаки, понятное дело И потому что интересно было бы обсудить Тем, почему музыканты коллектива здесь А мы даже сега и сможем что-нибудь находимся Сможете, только подбирай тексты А так-то сможете, конечно В любом случае, ты так сход да слет ты не обещай А то же знаешь, пообещаешь, потом забудешь, что там было в тексте А изменить что-либо уже на лету будет сложно Ну, в принципе, можно Я смогу промолчать Да, и Знаки, и потому что ротируются на своем радио С удовольствием мы это делаем Потому что действительно Потому что Потому что это хорошо Как ни крути Начнем мы все равно со Знаков Подойдем к тому, что чуть позже Потому что вопросов к тому, что много Разных у народа возникало И эти вопросы, если так все поднять То может получить целая программа отдельная С этим коллективом ты пока к нам не идешь Давай как-то так пока по Знакам поедем Богдана куда дели, спрашивают Богдана мы, в общем-то, продали Был такой товарищ, который раньше играл в фабрике звезд Вот, он такой не очень русский, как бы грузин Вот, и он там выиграл И, в связи с тем, что у нас не было денег В голосе А, в голосе В голосе, да В голосе, да И мы, в общем-то... Гела Гуралия, имя, фамилия И мы туда, в общем-то, сплавили Зачем же так-то? Это повышение для него или ты... Для него не знаю, но нам, как бы, получилось немножко срубить денег Вот А, то есть вы как в футболе в аренду сдали? Ну да Серьезно? Ну да Так получается, новый барабанщик, он бесплатный играет, что? Ну Если бы за того срубили бабла То как быть-то с этим в таком случае? Сейчас этого тоже... Как Витя работает? Этого сейчас тоже поднимем до некоторого уровня и тоже сплавим Я так понимаю, группа знаки школа барабанщиков российской музыки Да, потрясающе Все музыканты остаются прежними, не меняются А вот барабанщиков вы сплавляете периодически когда-нибудь Ну тоже хороший подход За деньги, за деньги Ну понятно, что не бесплатно, было бы странно Виктор Соколов, вот что пишет, когда в первый раз услышал этих ребят с клипом «Мама» То мне как-то не очень понравилось Но прислушался спустя какое-то время и смог разжевать, в общем, профессионалы Как тебе такой вот комплимент? Ну, насчет профессионалов не знаю, конечно, но спасибо Значит Отличный звук, пишет Оля Ларина Благодарности можно передавать Сергею Прекрасная картинка из студии, спасибо за чуть... Ну, это уже отдельная тема А нас снимают сейчас? Нет, тебя нет, нас да Значит, спасибо за чудесный вечер, отличное настроение Ребятам и обалденному... А, на этой ко мне, спасибо большое Значит, передайте, пожалуйста, привет хорошему человеку Мне Подожди секундочку Симпатичному мальчику Мне Подожди секундочку И офигительному барабанщику Мне Который сейчас зажигает ваше уютное студии Спасибо, Оленька, спасибо Ольга Ларина Ты все-таки позвони, ладно? Куда? Ну, она знает мой номер, а я ее нет Вот в этом вот проблеме Вечерком, да? После эфира? А, Оля, он просит позвонить после эфира Не во время, потому что Я представляю себе эту картину Играл-играл, звонок, взял трубку И забыл о том, что у нас эфир Я так, глядя на аватару, понимаю, что Если она позвонит, трубку ты таки возьмешь Таки да Отказаться тебе будет совершенно невозможно Я даже телефон специально включен Я тебе сейчас включу, отключаю телефон Оля, звоните, пожалуйста, после эфира Не подставляйте команду 46-47, это короткий номер для смс ваших Привет, ребята, из группы Знаки С наилучшими пожеланиями На ГПетрозаводск Ну, это из Петрозаводска Но, например, мне интересно, как это С наилучшими пожеланиями Знак Воскресения Потом на, запятая Г.Петрозаводск Это, видимо, надо иначе читать Привет, ребята, из группы Знаки На С наилучшими пожеланиями Привет, ребята, на Город Петрозаводск, на судя по всему так мне вчера обещали петрозаводске прийти курицу живую да я должен был проехать ехал из мурманска вот но так получилось что полетел на самолете и очень курица не до улица не взлетела как я понимаю 40 47 это короткий номер для самая сначала пишите свои про бельщика потому же все что хотели бы выразить письменно давайте пить дальше что это будет давай конечно конечно скажу как же без этой печи обойтись никак нельзя можно не не аккуратненько ты со словами то аккуратненько ну как обраду как аж у него глаза загорелись хорошо слова-то подбирай ты понимаешь что у нас 12 плюс на всякий случай как всегда живой звук программе живые погнали потому что с ромашками в руке сокрытый за туманом в кожерном пиджаке с оторванным карманом листаю в каталог полезные страницы кем бы я теперь бы мог с она воротиться все что ты вчера все мои подружки блески до утра мягкие подушки вот ты молодец взяла меня убила ты не хорошо капец со мною поступила конечно я maths я я я Я мог бы стать врачом С таблетками, бинтами, чудесным Палачом, с душевными глазами Отличным другом для экс-гибеса Они стопили, раз и лучший тренер Я девчонок-теннисистов А я теперь лежу, едут вездеходы Привет, мальчишу, плывут пароходы Привет, мальчишу, едут поезда Я закончил все внезапно Мне тейды вообще Вот, все напрасно Каждый раз убивая меня Жизнь прекрасна Захватана и прекрасна Прекрасна Вот, все напрасно Каждый раз убивая меня Она прекрасна Захватана и прекрасна Прекрасна Вот, все напрасно Каждый раз убивая меня Она прекрасна Захватана и прекрасна 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 О, все напрасно Каждый раз убивая меня Она прекрасна Захватана и прекрасна 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо Да на здоровье, тебе спасибо Я только вот сейчас К этой песне немножко отошел От того волнительного момента, который у нас был За 30 секунд до эфира, поэтому тебе спасибо Читаю кое-какие сообщения Здесь из группы ВКонтакте, много чего пишут Вот, например, Андрей Силаев Ребят, спасибо вам Первый мой концерт вашей группы И вообще первый концерт моей жизни Это концерт группы Знаки Это был 2012 год 1912 вообще было хорошо Сколько в группе лет Значит, с тех пор слежу за историей группы Посещая ваш концерт, и последний был в Главклабе В Москве осенью, это точно ваша площадка Спасибо большое за творчество Что касается Главклаба Иван Никитин тут же рядышком спрашивает Чего? Ниткин Нет микрофона Так, пиши лучше Ниткин, да, извините ради бога Иван Ниткин, не хотел обидеть Действительно, Ниткина, Никитина мы позвать Это же обидно Я так понимаю, да? Ну, наверное, да Извините, Иван Сейчас говорю, не знаю Вопрос к группе Нет ли у вас информации, сколько народу 15 января Вы собрали в Главклабе По ощущениям, больше тысячи было Сколько народу было? Там было 6800, по-моему, да? Это ты в деньгах? Я же говорю, в человеках Сколько было? Нет, там было 1300 по билетам, да? 1300 по билетам А Питер в Москве В Главклаб? А, я не знаю Сейчас, секунду Главклаб, я посмотрю В общем, мы там на самом деле сделали всех Потому что Да, это Питер, Питер, Питер А в Питере вообще всех сделали Потому что мы Там была целая неделя Группы всякие разные приезжали Там мы, например, Мангл Шудан И, в общем-то, все очень переживали Потому что мы Очень много людей собрали А что ж переживали? Радоваться надо было? Не, мы-то радовались А кто переживал? Мангл Шудан переживал А что Мангл Шудан переживать? Потому что у них там пришло 6 человек инвалидов Какие-то Ну не может такого быть Чтобы на Мангл Шудан пришло Ну и 7 Ну 7, как минимум Ну гораздо больше Да, ну 8, да Ну, в общем, удачно Ты когда хочешь сказать Ты хоть покажи как-то Я говорю про инвалидов Когда Леха говорил Это он нас имел всех в виду То есть вы в пятером Мы пришли, да Вы пришли И он обрадовался тому Что есть для кого сыграть А мы там зеркала поставили Перед нами И как бы казалось Так много нас Вот Айка, хорошо Что все-таки есть возможность Поставить зеркала на сцене Это приятно Значит, Светлана Морозова пишет Ребята, я вас очень люблю С нетерпением Жду песню Поли В новой быстрой версии Так как играете ее На концертах Последнее время Тоже кто-то из ваших Постоянных Я так понимаю Слушательница, поклонница Да, да Видимо, да Ты всех пятерых знаешь? Постоянных Да, да Всех вообще абсолютно Алиса Степная пишет Пятницу в Мурманске Были на концерте До сих пор под впечатлением Просто нереальный подъем А там потому что Вместо дыма Положили, значит, каких грибов Тогда в эту машинку И она когда выдыхалась Там весь зал надышался И им всем очень понравилось Но дым шел в зал Ну, конечно Правильно Зачем же в музыкантов Они и так на кураже Если еще туда на сцену Дымнуть То, в принципе, с грибами Наверное, можно было бы На всю жизнь расстаться уже Мне зачем было бы Надышавшись Слушай, вот я сейчас Прям Я вот сейчас В таком состоянии Нахожусь Немножко Обидным даже За вас Я вот прям читаю сообщение От Екатерины Черновой Которую она написала в чате Под картинкой Под видео Которое у нас идет И я прям сейчас Даже не знаю Что мне вот делать Плохо там все Очень отвратительно просто Говорит, что влюбилась Хуже Куда уж хуже-то В Ярико, что ли? Куда хуже-то То есть, если хуже Нет, она пишет вот что Первый раз слышу группу Ребята, вы шикарны И поэтому у меня сейчас Опять-таки, как всегда В таких случаях возникает вопрос Если человек слушает радиостанцию Если человек слушает радио В принципе музыкальное То как можно не слышать Песен группы Знаки А ну слушайте Давайте так сейчас Самый свой убойный хит Который знает любой Младенец В этой стране Младенец Ту же Полин, например Я просто хочу посмотреть Что скажет на эту песню Девушка по имени Екатерина Чернова Ну, неужели она и этой песне Катенька Чернова Прям special for you В общем-то делаем такую штуку Которую слышала вся страна В мире вообще Вся страна в мире слышала Например Потому что Да Говорить, а не например Живой звук, как всегда в программе Живые знаки здесь Сегодня поехали Девочка Поли Съела дома Все конфеты С алкоголем Думала я Думала я Думала я Умирая дома Со скульки Пишет Полюблю вас Рук в руки Но не звонят Но не звонят Проще все сказать Все знает Так грустно Так грустно Твои глаза Взяли и завязали чьи-то чужие часовые пояса Свернуты в одно молодеце Пишешь письмо Пишешь письмо Пишешь письмо А проще А проще все сказать Взяли и завязали чьи-то чужие часовые пояса Пишешь письмо Пишешь письмо Ну вот мне теперь кажется Что все совершенно очевидно И уже в общем людей Которые могли бы как-то так неожиданно для меня сказать Что впервые слушают группу Не осталось Сколько хитов у вас Я уже даже не знаю Я честно говоря Со счету сбился Ну с десяток-то точно есть хитов Два Да Ну чуть больше три Три Скромный какой Не значительно больше Четыре Юзленко стал скромным Это видимо потому что отыгрывает часто опоздание свое Да нет Гораздо больше дорогими И не три И не четыре А с десяток уж точно хитов Которые известны всей стране Я группу знаю Эту песню первый раз слышу Пишет Александр Скажи Спасибо за юмор Александр Значит А кто-то пишет Далия Тиняков Впервые услышал песни Стрелки и Телефонистки Ну в принципе да Вот с этих песен Судя по всему все началось Именно с Телефонисток А со стрелок скорее Со стрелок С поля С поля все-таки началось Стрелки были потом А потом Телефонистки Ну да Телефонистки позже чуть Вот То есть эти три хитаты имеешь ввиду Ну да В общем да Все остальное ты уже не учитываешь 46-47 Это короткий номер Для СМС А обратно из Мурманска тоже со Стасом летели Спрашивает кто-то на СМС портале Со Стасом они летели В общем там получилось так Что они летели в Мурманск Со Стасом Михаевым Вот И они подумали что если мы разобьемся То нас никто не вспомнит в принципе Я говорю дураки вы все на самом деле Потому что как бы И потом они обратно улетели Без меня Вот А я с ними даже по этому поводу не полетел Я думаю лучше сам Ну я надеюсь вы прежде чем взлететь проверили Стаса Михаева Нет Пакетики должны быть в кресле впереди на всякий случай Проверяли есть Бумажные Бумажные были Это когда будет Стас петь Хорошо Ален Мален пишет А ребята я вас обожаю Привет из заснеженного Архангельска За много лет знаки побили Все рекорды по длительности звучания Из динамиков Вы всегда со мной В любой дороге пути Огромное вам человеческое спасибо Спасибо большое Вот Значит Дмитрий Дворецкий пишет Ну это конечно очень талантливым нужно быть Чтобы петь такую чушь И это органично слушалось Да Песни торкают Но тексты зачастую такая муть И тут не образы Или поток сознания Какой-то непонятный А это же не стихи Это тексты Поэтому пускай нормальную Вот Он и пишет А просто какие-то слабые Какие-то иногда детские что ли Хоть группу слушаю очень давно И много песен в плейлисте И к поле претензий нет Пишет Дмитрий Что касается детскости Ну надо просто знать немного Леш Надо смотреть ему вмятельно в глаза И не обращать внимания на седую голову Ребенок он был ребенком Ребенком мне кажется и помрет Да Вот он такой Со скорой Вот он такой Какой есть И мне кажется что в данном случае Такого рода Даже не претензии А как бы Попытку скажем Научить его писать тексты Другого содержания Нет смысла Ну просто потому что Не может он быть взрослым Нам царям тяжело писать что-нибудь серьезное Поэтому пишем чушь Вот И за это нас любят и прощают Значит Наталья Бабкова пишет Ребята супер Спасибо за этот вечер Как говорят что Не заезжаете вы к нам во Владимир Куда же смотрят организаторы Буду надеяться что увидим вас На нашествии в этом году Будете на нашествии? Вот я подозреваю что как бы Наверное К сожалению да Да почему к сожалению Сейчас скажи что тебе этого не хотелось Да перестань Не хотелось бы честно Да ладно Почему? Ну уже два года не хотелось бы В общем то Я сейчас может быть чуть больше говорю чем надо Да? Говори говори Вот но не хотелось бы По скриптуму от нее от Натальи Ах Леша до чего ж ты хорош И сердечко Ой Ой Из Владимира да? Из Владимира Надо заехать дальше Наташа да? Наташа А сколько ты по времени ехать на машине? Сейчас Наташа тебе напишет и маршрут нарисует даже Если на такси я в общем то готов Если оплатят Так подожди Сейчас ты покажешься альфонсом Нет нет Он имел ввиду что в принципе готов он приехать Если что Он готов Вот эту последнюю фразу ты вот урезай пожалуйста Не надо Если к девушке Если нет секундочку Если речь о концерте Во Владимира Тогда безусловно должны оплатить Ты же меня спрашивал девушка там Наташа Не Наташа Я же решил что ты к ней готов поехать Наташа Ну если есть дома колбаса Тоже зови Джеймс Куликов так зовет Человек просто написал К вопросу о зеркалах Ты сказал про зеркала Помню Алексей очень радовался Когда на концерте в Нижнем Новгороде Весь концерт видел сам себя в зеркале Очень оригинальное заведение Барфабрика Какие у вас ребята впечатления от Нижнего Новгорода Видимо замечательные Если приезжаете второй раз за три месяца И серьезный вопрос Как вы Алексей относитесь к использованию Ненормативной лексики В кинематографе, литературе и музыке И соответственно к запрету мата В книгах и кино Но насчет запрета Вот здесь мне кажется Джеймс слегка попутал Чего и в книгах и в кино Это все допустимо Только обязательно с шеврончиком 18 плюс И с пометкой Что используется ненормативная лексика На радиостанции 12 плюс Ну понятное дело Не особо допустимо Поэтому мы это дело опускаем Хотя вне эфира Леша Вообще вне эфира Я с удовольствием Общаюсь этими словами И мне очень приятно Что все люди Которые слышат от меня эти слова Воспринимают их Практически адекватно Ну как от ребенка еще восприняли Да Вот А зеркало это было прекрасно Потому что это был первый концерт Когда я смотрел перед собой И не видел людей А видел сам себя И смотрю там гитарист какой-то играет В общем-то Мне было приятно на него смотреть Хороший человек В общем-то У него такая же гитара как у меня Вот И я прям был счастлив на самом деле Вообще-то надо тогда эту историю развивать Надо с собой возить зеркало Ну что ставишь на авансене зеркало И поешь Тогда будет это самое Похоже Если зеркало, то я выйду, например, да? Не-не-не Большой зеркало Большой зеркало Зачем зеркало Тогда гитару нечем держать будет Так я же не говорю Что тебе его держать нужно Зеркало Поставить его А вообще-не А вообще можно знаешь чего Вот как наушники сейчас у тебя Надеваешь на голову Такой специальный держак А здесь так И зеркало такое впереди И прекрасно Глазки выны Как в автомобиле Когда задний вид И поворотники По-моему, хорошо 46-47 Это короткий номер для смс К своей пишите Пробельчика Потом все, что хотите Только подключилась Но Питер вас категорически Неистово обожает Олеся Валерьевна Л Ух ты Так помечено А мы тоже, например, Питер любим А кто же не любит Питер Из музыкантов Вообще в Питере есть такой район Купчино Да Вот Я там немножко времени пожил Недавно Вот И поэтому подозреваю Что, в общем-то Питер Хороший город По-моему, если я не ошибаюсь Группа Ангел небес из Купчино Вот сейчас не могу ошибиться, конечно Над Славикой будет спросить Оттуда они или нет Что-то есть ощущение Что именно из Купчино Значит Песни Я сожалею Вот это просто взрыв Пишет Алиса Степная Так Ну не знаю Какой вечер классный Спасибо Ну в общем Пока из того, что Пока из того, что пишут Вот единственное было сообщение О том, что тексты Слабоваты А так Просто вот в восторге все Я уж не знаю Отчего они в таком восторге Леха напрягся Да Да все в порядке Давайте дальше петь Что это вы А что, поем Во Да Поехали Как всегда, живой звук Программе «Живые» Здесь сегодня знаки Поехали Вот уже несколько дней я ей Ничего не дарил Вот уже несколько дней я с ней Не говорил Она вся лежит на постели Если так быстро толстеет Если так быстро толстеет Я сожалею Я сожалею Я, наверное, все еще сплю Не беспокойся Я себя так люблю Я сожалею Давай корейший чемодан и халат Я быстро в магазины назад Я сожалею Я, наверное, все еще сплю Не сожалею Не беспокойся Я себя так люблю Я сожалею Давай корейший чемодан и халат Я быстро в магазины назад Я думал, как же я только нашел Такой идеал Я думал, что ты Это точно то Что я долго искал Глазки немного раскосы В зубах сразу две папиросы Иногда даже три папиросы Я сожалею Я, наверное, все еще сплю Я сожалею Не беспокойся Я себя так люблю Я сожалею Давай корейший чемодан и халат Я быстро в магазины назад Я сожалею Я, наверное, все еще сплю Я сожалею Не беспокойся Я себя так люблю Я сожалею Ой, коричневый, члены данный калат Я быстро в магазин и назад Я сожалею Я, наверное, все еще сплю Я сожалею Не беспокойся, я тебя так люблю Я сожалею Давай, коричневый, чемодан и калат Я быстро в магазин и назад Я сожалею Я, наверное, все еще сплю Я сожалею Не беспокойся, я тебя так люблю Я сожалею Давай, коричневый, чемодан и калат Я быстро в магазина назад Я сожалею Я тоже Ангел небес и стулы Как я мог ошибиться Почему Купчино Почему Санкт-Петербург Нет микрофона, молчи Пиши лучше У нас правило такое Нет микрофона, молчи В любом случае ничего не слышно 4647 это короткий номер для смс ваших И сначала пишите свои Пробельчик делайте Потом уже все, что хотели бы адресовать коллективу Вы шикарны Пишет, сейчас скажу, принцип лейли Творите любую, любите, чувствуете Оставайтесь собой Эрос, сыграйте мне что-нибудь А то я слышу, вижу Алешечка обнимаю И пою вместе с вами Яблоко Ванаде Ух ты Яблоко Ванаде Подожди А как бы Нужен Эрос Или нужен я? Я не знаю Эрос, сыграй мне что-нибудь Я тебя слышу, вижу Алешечка обнимаю Ну в общем, короче Тут все напутано Намешано В общем, Ярик Пускай тебя она видит А меня любит Когда я говорил Юля Когда я говорил Что группа Ангелы небес из Питера Я имел в виду Что они переехали Но они-то из Тулы И в общем группа Тульская считается По-любому, мне кажется Она не питерская Хотя уже трудно сейчас определиться Вот что Дружище Должен тебе сказать Что песня Фантастика А мы сегодня играем В эфир А как это вы сегодня можете обойтись без нее Она в премьерах своего радио Очень хорошо покаталась И народ ее оценил Замечательнейшим образом Поэтому без нее-то никак Не обойтись Ну никак Ее знают сейчас лучше Может быть многих Даже ваших самых-самых Самых известных хитов Потому что она крутилась Три-четыре раза в день Какой-то период времени Пока не надоело Я подозреваю Что как бы Есть у вас один человек Который не помнит ее Вот Он, конечно, гад В смысле не помнит Ну Как она играет Кого я имею в виду А кто не помнит Как она играет Ты сам-то помнишь Как она играет Вот я и есть Как-то ее не помню Нормально Ты не знаешь Не знаешь Как играется песня То есть ты Хочешь, конечно Отказываешься ее петь Не, не то, что отказываешься Мы можем, конечно Прям пум-пум Там спеть Вот Я просто боюсь Что Она настолько новая Что ты еще Пока ее не помнишь Целиком Ага Вот народ-то требует Фантастику Ах ты Ну ладно Хорошо Это, наверное, Уважительная причина Если Вокалист не помнит Текста Ну так тоже бывает Когда совсем уж Свежая песня Действительно Вообще-то, на самом деле По-настоящему Не помнят текста Ярик и Витя Вот Барабанщик и басист Вот А если они Как бы текст не знают То как бы песня уже не состоялась Это не я виноват Это они А, то есть Поешь ты А текст помнят они Да А, вон как у вас Все заведено Всем привет Леша, ты молодец Ты классно поешь Ребята, вы классно играете Продолжайте в том же духе Спасибо, вы лучшие Я вас обожаю Помашите ручкой в камеру Слежу за вами Света Брусенцова Пишет И все кинулись махать Маши куда-нибудь Они все все равно на вас смотрят Значит, блин Ну заставьте их в перерыве Вспомнить Как она играется Люди хотят фантастику Ну, в общем Смотрите У нас будет пауза По-любому Между первым и вторым часом Вы там разберитесь Текстом Поделитесь друг с другом Если вот сейчас Директору делать нечего Запиши слова На бумажке, например А я потом Это со мной спою Инга Семенова пишет Вот что Владивосток не спит Ребятам привет Они классные Как всегда Отлично зажигают Лешина шутка Про пакетик Лешина шутка Про пакетик И когда Стас запоет Еще больше влюбила Меня в него Ну, это была моя шутка, Инга Ну, не важно Ну, не важно Шутка про пакетик Была моя Но я уступаю, Леша Ты посмотрел бы Какая там девушка На аватаре Ты бы понял Что Ну, я уступаю тебе Право этой шутке То есть Все так плохо Дурень Ну, ладно Ты меня подстегнул Девушку, блондинку Из Владивостока Ну, как ты можешь Нет, я ее помню На самом деле С третьим размером Она у меня в друзьях По-моему, вконтакте Поэтому Глаз я имею в виду С третьим? Ну, глаза, да Ну, скажем так 75 Б Да? Ты лучше меня разбираешься В этих деталях Ты знаешь Я уже, честно сказать Не знаю Как это все называется Знаки Вы ужасные Но я вас бескрайне люблю Пишут кто там Ужасные Это они Я так позреваю Вот А ты прекрасен Я вообще всегда Ты прекрасен Никто ж с этим Даже не пытается спорить Ты что 46-47 Коротенький номер Для ваших смс Свои Дальше пробел И все, что хотели бы Пишите Само собой Вычитывать Стараюсь отовсюду Где есть что-то Синих требуют Понимаешь В общем, народ Начал заявки кидать Вам уже Я уж не знаю Ну, синих Вы должны спеть Ну, вообще Не вопрос Да А вот с фантастикой Как-то ты это Насчет синих Я могу сейчас рассказать Мы сейчас ее будем играть Не знаю Какой у вас план В общем-то У нас Я сейчас Пока Как бы Вот Приехал на радио Например Вот Могу рассказать Ехали Например Ребята В Архангельск Нет Мурманск Ехали на самолете Они, в общем-то Бестолковые Они со мной на поезде Никогда не ездят Они бестолковые Ездят на самолете Да Это понятно А я летел на поезде А ты летел на поезде Да Вот И, в общем-то Когда ехал на поезде Например В Мурманск Получилась такая история Что Возле Там Половины пути По-моему Чуть меня не высадили Вот А потом ехал обратно Когда Ребята уже улетели Они же не знали Что я тоже полечу В общем-то А я вечером Ну да Ну нет Но потом я все-таки Переменял билет Потом ты ехал самолетом Да Потом поехал самолетом И, в общем-то Подхожу К этой Рамка такая стоит Вот И мне говорят Есть чем запрещенное Я с дуру сказал Что Говорю В общем-то Ничего такого Кроме героина Вот И меня В общем-то Сразу В отделении Задержали За меня рейс Вот И Если кому-то интересно Как все происходит Вообще В поездах В самолетах Мы прямо сейчас Песни синие Это на самом деле То, как происходит Действительно На самом деле Ну вообще Мне казалось Что подобные шутки Обычно проходят Мимо ушей Я уж не знаю Чего-нибудь тебя так Дергну Не, мимо не прошли Просто есть анекдот Хороший Когда так же точно Ответственный человек Подходит к человеку Который проходит Через рамку Спрашивает Оружие Героин Своё пора иметь Да Своё пора иметь Дурак Что ты мне вопрос Надо вот так отвечать Мне кажется Тогда уж точно не полезут Готовы? Да Как тогда живой звук программы Живые знаки здесь сегодня На всякий случай напоминаю Поехали Вагон, сквозняк и вода Прекрасные ветры загна Под шум железных колёс Меня везёт паровоз Когда я ем или сплю Я это в общем люблю Мне как-то очень легко Но только помню, что Ночи бродят по вагону Прекрасные красавицы В погонах Отрывая от хрящей Но трепай Зови вообще Все такие стильные Тётки брутальные Мы с тобой синие Горизонтальные Все такие стильные Тётки брутальные Мы с тобой синие И горизонтальные Ещё есть аэропорт Всех приглашают на борт Горит фонарь Пристегнись И будет всё зашибись Как будто если я пень Если забил на ремень То все мы рухнем под мост И оторвётся хвост В самолёте Между кресел Чипа ходят стюардессы И пристёгнутым друзьям Отрывают ухо прям Все такие стильные Тётки брутальные Мы с тобой синие Горизонтальные Все такие стильные Тётки брутальные Мы с тобой синие И горизонтальные Все такие стильные Тётки брутальные А мы с тобой синие Горизонтальные Все такие стильные Тётки брутальные А мы с тобой синие Но в чём-то прекрасные Витя разошёлся Просто сейчас рубит неповесткой Начал скромно А сейчас как-то догнал Я уже так понимаю Молодец Даже жарко Вообще рукавов нет никаких Голый практически Ну про Богдана же спросили Мне же надо какой-то свой ответ Я понимаю Да Я догадался Что ты сейчас пытаешься Отстреляться Что называется Иван Терепенчук Ну это вообще Вопросы такого рода Всегда меня забавляют Я не знаю Что ты сейчас ответишь На это дело Но человек Смотри Как заходит издалека Сначала пишет Привет группе Знаки И людям со своего радио Так всё время начинается Всё время пишет Привет группе Знаки Да А потом ещё И людям со своего радио То есть он сразу И нам И вам Вот музыка Пишет он Как одно из обличий Заметь Культура Помимо всего прочего Определённым образом Воспитывает слушателя Так стоп Давайте лучше Андрею Столько слов Подожди Алексей Пишет Иван А что вы хотите донести Чему Вообще ничего не хочу донести Чему хотите Ну я по русски Чему хотите Научить людей Своим творчеством Я хочу научить людей Своим творчеством Делать например Тапки И какие-нибудь Бахраме Вот Потому что На самом деле Бахраме или макраме Макраме А Макраме да Бахрама это то что может быть На макраме А да Вот Потому что человек который не умеет делать Макраме Вообще не человек в общем то И поэтому Цель моей жизни Научить вот всех людей Чтобы знали что макраме Это вообще супер А макраме А макраме с бахрамой А с бахраме С бахраме Макраме Макрамой с бахраме Да И главное чтобы когда Человек покупает шаурму Вот например Он мог собрать Как бы Когда открывается Мог собрать нормального котёнка То есть купил шаурму Разобрал бакраме Вот И собрал котёнка Собрал макраму Да И выпустил котёнка Это уже по моему В принципе хит Который можно сейчас В музыку облачать И готов Так это серьёзный ответ На самом деле Купи шаурму И собери котёнка Да На самом деле Если Алексей Хочет этому научить Слушателей Значит у него есть Какое то профильное образование По этим делам Да У меня высшее Скажем так Макраме Из шестого разряда Я так понимаю Котёнкин Котёнковед Да Виктор Афанасенков Вот что пишет Семён Мне очень нравится группа Агата Кристи Они перестали играть А потребность такой музыки Оставила Через какое то время Я перешёл к пластике И знакам Нормальный переход Агата Кристи Вот хотелось бы От музыкантов узнать Одному ли мне кажется Что темы в песнях Схожие И столь же глубокие Вот он вам задаёт вопрос В том случае Виктор спрашивает А у кого глубокий У нас или у Агаты Стоять Стоять Мы про Макраме Уже поговорили Про шовурму тоже Теперь всерьёз Агата Кристи Человек любил эту группу Там судя по всему Очень глубокие тексты Как считает Виктор Потому что Потом Когда уже Агата Кристи Перестала играть Он к тебе перешёл Нет Я могу рассказать Про Агату Кристи В общем-то С Вадимом Самыловым Я лично знаком И как-то приехал К нему в гости Это было на Таганке И у него лежит Куча дисков Вот И он Отслушивает там всё По очереди Рядом коробка такая лежит Он Там буквально Две-три секунды Слушает И выкидывает Вот И потом Я ему даю Говорю Вадик послушай Вот что мы сделали Новую песню Вот И он такой раз И втыкает Послушал Я смотрю Слёзы у него накатились На глазах И он такой Пойдём покурим Заплакал И говорит Лёха понимаешь Говорит В мире есть Вот два музыканта Говорит Ты говорит И я Вот видишь Ответ ты дал Какой неожиданный Вообще В принципе А тебя сегодня Можно ждать чего угодно Да Как я понимаю Так У Агаты Глубокие тексты Семён Вы зачем так Пишет Иван Ниткин А я что сказал Что Агаты Неглубокие тексты Очень глубокие Мне мы пока Откапывали их И в общем-то Устали Да Я вообще Читал всего лишь Сообщения от человека Не более Впервые слушаю живых На работе с телефона Знаки достойны Пишет Вася Синий После песни Синий Да Молодец Вася Вася Ты давай Справляйся В общем С недугом Так братцы Чем мы будем Заканчивать этот час Прежде чем пойдем на паузу Например Что это будет Побежали Побежали А вот кстати сказать Еще один хит Для тех кто полагает Что группу знаки не знал Или не знает Мне кажется Что после этой песни Уже совсем Это песня про сантехник Которые с утра Встают и гуляют С собаками Например У меня кстати Дочь купила собаку себе Вот Теперь будет сантехник И с утра говорит Пап ты с ней не погуляешь В общем-то Я теперь понял Кому я собаку купил А это нормальное дело Ты думаешь Как она обычно бывает Я подозревал Что так будет Но не ожидал Что это будет так скоро Покупали собаку детям А в итоге В итоге гуляет с ней Алексей Узлет Как всегда Живой звук В программе Живой Здесь сегодня знаки Поехали Моя дорога Начинается завтра Ровно в полдень Я буду на месте По разрисованным Маршрутам и картам Я сам не помню Но наверное ездил И так не хочется Смотреть под колеса С высоты Десяти километров Я знаю Есть один правильный способ Он самый правильный способ Это Побежали отсюда Понимаешь Такое дело Нас с тобой ведь Интересует Меня, твое, тебя, мое тело Помешали отсюда Понимаешь Понимаешь Такое дело Нас с тобой ведь Интересует Ты нет, мое, тебя, мое тело Мои глаза Как светной телевизор Тебе покажут все Что будет с нами завтра Мы угадали два билета С сюрпризом И никогда не вернемся обратно И кто-то на большом паровозе Приедет к нашему дому Он будет долго нас ждать на морозе Пускай билеты достают за другом Побежали отсюда Понимаешь Понимаешь Такое дело Нас с тобой ведь Интересует Меня, твое, тебя, мое тело Побежали отсюда Понимаешь Такое дело Нас с тобой ведь Интересует Тебя, мое, тебя, мое тело В облаках, на руках Кто-то держит наши сны На руках, в облаках Побежали отсюда Понимаешь, такое дело Нас с тобой ведь интересует Меня, твое, тебя, мое дело Побежали отсюда Побежали отсюда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте двинемся дальше Полпрограммы уже позади Ребята сейчас решают, что они будут петь дальше Судя по всему, не наговорились Напомню, здесь сегодня знаки и, понятное дело Аудитория, которая давно знает эту группу Я полагаю, что в России мало людей, которые не знают эту группу Они сейчас в полном восторге И это замечательно Мне, например, нравится, когда так все хорошо И в одну сторону Знаешь, когда читаешь сообщения И понимаешь, что все в порядке Вот, например, знаки планируют ли вы взглянуть летом в город Ярославль На Доброфест, спрашивает Екатерина Вышинская Понятно Однако Неизвестно Неизвестно В общем, у музыкантов спрашивать о том Захотят они, заедут ли они на фестиваль Нет, мы-то хотим Мы-то хотим, конечно Потому что речь-то не о них Не они это сами решают Просто не каждый администратор фестиваля Может заплатить гарантию полтора миллиона долларов Чтобы мы, в общем-то, приехали Однако Хорошо Уклончиво ответил Ну, ответил Это очень хорошо Знаешь что? Я думаю, что мы сейчас немножко должны поговорить О проекте, который есть у тебя еще Потому что Потому что, да Почему? Потому что Да, потому что С одной стороны Мне это дико нравится И именно поэтому я взял в ротацию эти песни С другой стороны Это же ведь Ну, калька Чистая калька Почему? Разве нет? Нет Все вплоть до манеры? Нет, нет, нет Давай, рассказывай Дело в том, что Этот проект Он такой идет прям От сердца Это понятно, что от сердца Поэтому Если он даже на что-то похож И мы не будем говорить на что? Да, например Не будем говорить на что? Ну Ну так вышло, да Как бы Потому что Я был воспитан на этой музыке И когда я еще был в школе Естественно Мы слушали такую же музыку Вот Ну похожую на потому что Ты имеешь в виду? Да Похожую Да Вот У меня были такие классные штаны Там была куча всяких булавочек Висела телефонная трубка таксофона На штанине Вот И когда я не хотел идти в школу Я одевал эти штаны Меня оттуда выгоняли сразу же Вот И Ну так случилось Что Случайно На самом деле Оказалось похоже Вот Да У них Не у тебя Да, у них У них много лет до тебя Было очень похоже на то Что ты сделаешь сейчас Я-то не против Просто мне было важно Чтобы ты это сам произнес в эфире Так как вопросы Будет Я не стесняюсь На самом деле Ничего страшного в этом нету Потому что все на что-то похоже Обязательно Если это будет ни на что не похоже Значит это будет никому не интересно Александр Воронков пишет Вот Юлит Юлит Это не фамилия Он имеет ввиду Что ты уходишь Ну и правильно В любом случае Ответ мы получили Споешь что-нибудь Из дворчестовой группы Потому что Нет, я не настаиваю Я просто спрашиваю А давайте попробуем Сможете? Ну давай Время давай Сможете? Вот Юля что-то конкретное хочет Я так понимаю Напиши мне что ты хочешь А я им скажу Подожди Секундочку Не спешите У Юли У продюсера программы Живые Есть Секунду Есть своя какая-то симпатия В данном случае Я должен сейчас посмотреть В личку Я так понимаю Ты мне написала? Сейчас внимание Барабанная дробь Хватит уже Куда вы меня тащите? Супергерои Споешь? Нет Почему? Потому что Мы ее как-то В общем-то Не играли Начинается Фантастика Он не помнит Супергероев Они не играли Есть замечательная песня Время Вот ее прям легко Даже без мата Споем сейчас Даже Еще ты даже Ну ладно Хорошо Давай Время Так время Это уже речь идет о проекте Сейчас одна песня А ночью А ночью И всех придурки И всех придурок Что каждый раз что ему с нами вместе даже не западло. Время летит вместе с нами, с живыми и не очень даже с профессорами. Время летит, и странно, что ему с нами вместе даже не западло. Вот за что уважаю Изленка, он умеет вовремя промолчать. И это очень ценно в творчестве группы, потому что, хотя сегодня есть группа «Знаки». Так вот вышло. Двинемся дальше, и тут есть интереснейшее, на мой взгляд, сообщение, вернее вопрос от Ивана Терепенчука. Он пишет, что, ну он знает о том, что большинство песен записываются на твоей домашней студии. И вот тут вопрос, это элементарная экономия или что-то другое, или ты не доверяешь никому, кроме себя? Ну, это элементарная экономия, и я не доверяю никому, кроме себя. Спасибо большое за развернутый, пространный и, главное, неожиданный ответ. Я никак не ждал, что ответ будет именно таким. 4647, это короткий... Все, ты ответил? Ну, в общем, да. Спасибо. 4647, это короткий номер для ваших смс-сообщений. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, потом уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Послушай, ну, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что в одной и той же упряжке, что ли, да, в одном и том... Сколько существует группы-то уже? Знаки или потому что? Да, все, забыли, потому что. Знаки, знаки. 2006 год начало. Получается, уже, дай бог, 9 лет. Ну, скоро 9 лет. Начало 96-го года, сейчас начало 15-го. 9 лет, правильно? Да. 9 лет. За это время сколько альбомов записано? 1-2. Как 1-2? Ну, 3. 3? 3? 3. Большинство, ну, не большинство, но очень много из этих песен стали хитами и попадали в чарты, и, в общем, в принципе, группа достаточно серьезно прогремела. И здесь, мне кажется, очень многие ломаются на этом. Ломаются в том плане, что, ну, все, я звезда, все, она, можно уже, наверное, ничего нового не делать, не писать. Ты же пишешь, и вдруг образуешь еще один проект, который носит название «Потому что». Вот эта история, потому что это что? Это попытка развиваться, ну, может быть, расти немножко в другую сторону, как-то сдвинуться? Надоело? Ну, не то, чтобы надоело, а подустал уже от одного и того же, что делается в знаках? Или что это? Объясняйся. Здесь такая ситуация, что группа знаки – это, в принципе, такой компромисс. То есть я приношу текст, приношу гармонию, потом Андрей и Сергей говорят, что все очень круто, очень все клево, давай переделаем что-нибудь. И как бы мы начинаем все переделывать. Так. А «Потому что» там, как бы я принес текст в студию, да, принес гармонию, и никто ничего не говорит, в общем-то. И вот это… Ну, подожди, это дело времени? Сколько существует «Потому что»? Ну, с 15 апреля скоро будет год уже. Угу. Подожди немножко, музыканты подокрепнут немножко, подобнаглеют чуть-чуть. Нет, потому что никому ничего не дам переделывать. Здесь дело в том, что потому что это бескомпромиссная музыка для меня лично. А «Знаки» — это такой вот общественный проект, такой, как там «Ленин с бревном», все дела, то есть мы как бы делаем все для всех. Вот. И «Знаки» — он немножко такой более философская, такая музыка. Вот сейчас мы сыграем, да, наверное, песню «Один человек». сыграть, сыграть, сыграть. И там больше нужно, наверное, слушать, наверное, душой. Вот. А потому что это вообще бестолковые абсолютно такие какие-то тексты, когда просто нужно вот, ну, поржать, например. Ну, не все там смешные тексты. Ну, прямо скажем. Ну, два там, может быть, не очень смешных. О, не все, не все. Одну из песен я оставил в том виде, в котором она и есть. С матом? Ну, там... Мы пока болеем. Нас вот... Ну, да, но мы пока болеем. Недавно избили нас. Да, нас недавно избили, да. Мы там немножко утратили. Вот. И пока болеем. Я ее оставил как есть. Потому что, полагаю, что запикивать слово не очень горжа в данном случае. Это любимая песня «Гош Куцинка». Я его понимаю. Да. С одной стороны. С другой стороны, все-таки решил, что, наверное, пускай она звучит как есть. Да. Вот. Она звучит в эфире именно так, как и задумана тобой была изначально. Ты доволен? Я? Конечно. Ты тормозишь, да? Не, я просто, на самом деле, если на радио берет песни, потому что обычно там запикивают, что-то иногда был такой момент, когда вырезали просто песню «Время», просто кусок. И там есть куплет просто сжатый. То есть, как будто там и слов как бы нету. Вот. Я потом включаю такой дома и прямо утрываюсь по полной программе, когда все эти слова там со всеми. Можно у вас медиаторов штук пять-четырить? Так это для тебя и лежит. Это для вас. Спасибо. Для музыкантов лежат медиаторы с нашим логотипом, конечно. Вот. Память останется хоть. А то не вспомнишь, что был в студии. Нет, вспомню. А так вот с медиатором вспомнишь, конечно, как он легко переходит от темы на тему. Увидел медиатора. Опа. Ну, а глянись вокруг, может, что еще интересного присмотришь? Мимо. Это мимо. Чего хотел петь-то? Ты говорил, что споем что-то. Ну, вот. А знаковская как раз песня это один человек. Как раз это тот вариант, который сильно-сильно отличается от того, что который иногда просыпаешься ночью и стоит вот о чем-то подумать. И когда вот об этом думаешь, вот как-то вот так. Медиаторов возьмешь. Да. Я понял. Как всегда, живой звук в программе. Живые. Здесь сегодня знаки. Поехали. Два человека пытаются как-то решить Задача живущих встретиться и поговорить Но разница между живущими в тысячу лет И вместе они как бы есть, а как бы их нет Если первый напишет письмо И отправит конверт Он вряд ли когда-то получит Обратный ответ И вот двое уселись на один И тот же утес Свесили ноги вниз И понеслось И понеслось Один говорит Здравствуй, друг Другой отвечает ему И вдруг Что-то на общих их небесах Сделало круг И оба смотрели на самый верх Сверху сыпался детский смех И оба узнали, что нет Один человек Однажды на землю спустилась Глубокая ночь Не слышно ни одной машины И стало дочь в дочь Как если бы я был Полностью опустошен Пустая коробка С наклейкой Все хорошо И сидя в холодном углу Как побитая масть Швыряя по комнате Деньги, привычки и власть Смотрю на свое выражение Со стороны Часы прекратили движение И понеслось Кто-то сказал мне Здравствуй, друг Я отвечаю ему И вдруг Что-то на общих небесах Сделало круг И мы оба смотрели на самый верх Сверху сыпался детский смех И мы оба узнали, что мы Это один человек Кто-то сказал мне Здравствуй, друг Я отвечаю ему И вдруг Что-то на общих небесах Сделало круг И мы оба смотрели на самый верх Сверху сыпался детский смех И мы оба узнали, что мы Это один человек ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивая вещь, блин. Это лучшее. Хорошо, я тебе верю абсолютно. Вот Сергей Маченко спрашивает вот что. Добрый вечер, группа «Знаки», вопрос Алексею. Впечатление от совместной работы с группой «Конец фильма». Ждать ли продолжения? Доводилось ли ночевать на балконе у Евгения Феклиста? Доводилось ночевать недавно совсем на кухне у него. Нет, действительно, мы с ним дружим, и мы живем рядышком. Вот, и, в общем-то, как-то приехал к нему в гости, а он тогда начал вести правильный образ жизни, и я сбил его с пути, в общем-то, истинного. И так случилось, что... Почему-то, потому что, да? Пришлось ночевать на кухне, да. Ну, и я теперь понимаю взгляд супруги иногда, его. Света, да? Да, Света очень тут, когда они играли, очень жестко на него смотрели. А я просто... Это была моя месть. Я был такой случай, когда... Мы с ним познакомились, не по музыке вообще. Я поехал, на самом деле, стричься. Света — это сестра моего очень близкого друга. Я говорю, Лёх, так и так, у меня концерт скоро, денег нету, давай-ка, Дим, пострижемся. Он говорит, вообще, не вопрос, у меня, говорит, сестра сейчас после работы уже дома. Я поехал, она меня постригла, и я был такой, как этот... Как барашек такой. Было смотреть на себя страшно в зеркало, и там мы с Женькой познакомились, в общем-то. И потом, вот, за эту прическу я ей как раз недавно и отомстил, остался у них на ночь. А сколько лет ты ждал возможности для мести? Года три уже, наверное. Но я... Я не злопамятный. Я буду мстить долго, на самом деле, еще. Я не злопамятный, а злая память у меня хорошая. Хорошая память. Слушай, что человек спрашивает, это в чате на планете, в шестом году, 2006-м. На какой планете? Ну, портал такой, Планета.ру. Ну, планета большая, на самом деле. Она спрашивает, где девушка? У вас же девушка была на гитаре в шестом году? Ну, да. Да. Говорят, что играла. С вами девушка. Вот я тоже хочу понять, что это было. Дело в том, что мы обычно, когда у нас приходят музыканты, забираем паспорта. Вот. И чтобы они никуда не уехали, паспорта у нас, они как эти... Как их называть? Как узбеки, да? Вот. Гастарбайтеры, конечно. Да, да, вот. И, в общем-то, она выкрала паспорт и ушла. Я понимаю, ты рассказал о том, куда она делась. Ну, была ли девушка? Да, была. Но их было две, на самом деле. Одна на гитаре, другая? А вторая тоже на гитаре, но это было чуть раньше. Еще раньше. Угу. Но просто я вот этого не знал. Это были знаки или это еще был Хэлландбоб? Первая была еще в Хэлландбобе, вторая уже была в знаках. С тех пор, я так понимаю, у тебя уже... Все, больше прям никогда. Я понимаю, да. С мужиками проще. Только мальчишки, в общем-то, потому что... Ну, потому что. Не объясняй. Я понимаю. Значит, Максим Васильев пишет. Вот такой вопрос. Ребята-то легко откликаются на заявки. Группа много репетирует или же коллектив настолько слажен, что практически любую свою песню сходу сыграют? Мы последние лет пять, наверное, да? Скажи это. Вообще не репетируем. То есть вообще? Вообще не. У нас нет ни базы репетиционной... Ни желания, главное. Ни желания, да. Да, что главное. То есть у нас есть новая песня, просто ее отправляем. Там у нас есть группа ВКонтакте закрытая, где только участники группы. Как бы отправляем туда песню, люди все смотрят ее, потом на саундчеке мы ее проигрываем один раз и на концерте сразу бабахаем. То есть все вот так просто у вас? Ну да. То есть вообще... И поэтому фантастику до сих пор не помню. Вот поэтому фантастику не помню. Но я надеюсь, мы ее сегодня услышим все-таки. Ну да. В общем бы мне хотелось все-таки, чтобы эта тема... Должны сейчас записать слова, например. Сейчас тебе сочинят слова для песни новые, я так понимаю. История именно в этом. Леша, давай уже играй скорее свою любимую, да и мою тоже, верь мне. А то на работу надо убегать, а хочется еще попеть перед монитором. Кристина Добровольская пишет. Кристина? Ночью на работу? Ну. Извини, как написано, так и читаю. А что ты напрягся-то? Нет, ну я просто как бы... Всех своя работа, что делать? Как всегда, живой звук в программе «Живые здесь знаки сегодня». Поехали. Мне снилось, мой календарь не закончился. Зря я сто лет назад мучился, корчился. Пытаюсь запомнить слога в твоем имени. Но умер и сразу забыл, извини меня. Помню нечетко свои впечатления. Помню, что было известно решение. Для остановки по жизни на полпути, чтобы тебя найти. Верь мне, я буду просить богов, Чтоб сделали с нас хоть врагов. Но чтобы быть вместе с листьями чая, Храни свое тепло и уют. Враги друг друга не предают. И я обещаю. Мне снилось я написал биографию И прятал ее в своем доме в актере. Снились друзья и знакомые площади, Чашки пижамы, машины и лошади. Дворники, доктор, пожарные, скорая. Грики, носилки, одежда вся порвана. Помню все леса, но только вот я Совсем не запомнил тебя. Верь мне, я буду просить богов, Чтоб сделали с нас хоть врагов. Но чтобы быть вместе с листьями чая, Храни свое тепло и уют. Свои друг друга не предают. И я обещаю. Верь мне, я буду просить богов, Чтоб сделали с нас хоть врагов. Но чтобы быть вместе с листьями чая, Храни свое тепло и уют. Враги друг друга не предают. И я обещаю. Верь мне, я буду просить богов, Чтоб сделали с нас хоть врагов. Но чтобы быть вместе с листьями чая, Храни свое тепло и уют. Враги друг друга не предают. И я обещаю. Все касается обещаю. Ты, если дал обещание, Ты обязательно выполнишь? Нет. Нет. Спасибо. В общем, я так и подозревал на самом деле. Эта песня ведь была, спрашивает Джеймс, Сочинена и записана для так и не вышедшего Русского фильма или сериала, правильно? Для фильма, да. Он уже два года как снимается, Ну, начинается сниматься. Надеюсь, что... Вот он и спрашивает дальше, А сложно ли писать песни не под влиянием музы, А на заказ? Это не был заказ, Я просто почитал сценарий, И она как-то вот родилась сама. Вообще, Верь мне, это песня, Которая записалась за две минуты. У меня тогда еще была студия не дома, А я как бы снимал там помещение, Там всякие комнаты разные. Вот, я записал музыку, И потом зашел в акустическую комнату, Включил на запись, И вот сколько песни длится, Я просто ее спел, И не было до входа к микрофону ни одного слова, А когда вышел, уже, в общем-то, была готова песня. То есть, вот сколько она длится, Это вот очень так вот произошло случайно. Так, слушай, надо клип снимать одним кадром тогда. Знаешь, как есть такая замечательная история, Когда снимается клип без монтажа? Раз ты сочинил ее, идя, да, от места к месту, Вот ее нужно так и снять. Ну, песни писать я так думаю, Что я немножко умею, А вот с видео как-то не очень. Так я тебе и не рекомендую этого делать, Зачем делать то, чего не умеешь? Найти хорошего режиссера, оператора, команду. У тебя же клипов много? Ну, да. Сколько клипов у вас? А я не знаю. Я имею в виду знаков-то. Не знаю. Ну, с десяток есть? Есть у нас здесь штук? По-моему, есть. Я их столько видел, что даже не я. С концертами есть, да. Ну, с концертами-то нет, ну, клипов-то. Немножко поменьше, там штук шесть, наверное, Семь, мне кажется, вот так вот у нас. Семь, да? Ну, где-то так. Ну, вот восьмой пора. Пора снимать. Пора снимать. Не спорю. Кстати, Кристина, которая просила эту песню, Вау, прям так сразу-то и сыграли. Спасибо, ребятки. Мы можем вообще. Собираюсь и танцую. На нормальную, пишет она, работу. Да. На нормальную. То есть, то, что я подумал, это она там не работает? Нет. Нет. Ты думаешь плохо о людях. Ну, я думал, просто она, например... Ну, люди работают посменно, бывает так. Она же этот самый, стену шпаклевает, да? Кристина Добровольская? Нет. Не стены. Знаешь, Леш, я сейчас заглянул к ней в профиль с таким лицом. Девушка стены вряд ли бы шпаклевала. Хотя место работы МОСС-Стройинвест. Вот. Я вот это имел в виду, в общем-то. То есть, ты хочешь сказать, что эта девушка работает маляром? Шпаклевщиком. Шпаклевщиком, штукатуром. Кристиночка, прости, пожалуйста. В общем-то, мы... Шпаклевщиком. Ротбан-то, 50 килограмм, если есть лишних. А вообще, я тебе скажу вот что. Те девочки, которые здесь сейчас уже отписались, ну, я имею в виду, которые просили песен от тебя, которые признаются, так сказать... Детей. Это другой вопрос, это лично. Я тебе могу сказать, что это редкий случай. Я так всякий раз так заглянул, что за человек. Ну, сплошь модели какие-то. Конечно. Это что, ваша группа, я так понимаю, используется спросом больше всего у девушек модельной внешности, как я понимаю? Так у нас и мальчики, в общем-то, такие нормальные. Это ответ. Блестящий ответ. Пару лет назад все время слушал «Знаки». Очень нравилось. Теперь не нравится. Слушала. Таня Шишкова пишет. Очень нравились. Сейчас тоже нравится, но не так фанатично. Обратила внимание, что вокал стал жестче, резче. Это мне так кажется, или группа действительно стала играть или петь тяжелее? Кажется, наверное. Кажется? Нет, просто это старость уже. У нас уже не вытягиваем. Да. Вот сейчас зря я об этом сказал, на самом деле. Почему? Ну, ты только что говоришь, что у вас такие мальчики в группе и девочки модельной внешности. А сейчас иногда отвалятся все, если ты признаешься в том, что... Так у нас бабушки будут модельной внешности. Это фантастика, я так понимаю, пришла. Фантастика пришла, наконец-то. Спасибо тебе большое. С двух сторон прям? Конечно. Там мы не играем, там мы рыбу заворачивали. Вот здесь вот мы вычеркиваем. А вот это... Почерк у него почти понятный. Я думаю, что ты сообразишь. Тот случай, когда песня в премьерах, идущая в эфире своего радио, пользующаяся спросом и любовью аудитории, самим автором песни, исполнителем, не помнится. Именно для этого существует директор коллектива, который постоянно помогает, пописывая тексты. Работает пипитром. Периодически. Давай, будем петь фантастику? Ну, давайте попробуем. Конечно. Парня, можно без моей гитары, да? Надо, 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 давай. Поехали? Ну, да. Ну, и все. Погнали. Погнали. Снимание, сердце бьет счет, и приходит понимание чего-то еще. И не касаясь между нами, в красе, оси и пластике, течет еще одна реальность. Покруче фантастики, ее немногие видят, бегут за ней, а потом... Одни уходят на небо, другие уходят на дурдом. Мужик с изолентой валяется в луже, взрослые думают, что может быть хуже. А детям не грустно, а детям не грустно, а детям не грустно, но они это скрывают. Может, пока они дети, они больше нас знают, но не спрячут улыбки и больше их не покажут, потому что за радость их непременно накажут, они станут как мы. Не надо морочиться, мы тоже не улыбаемся, когда действительно хочется. И не касаясь между нами, в красе, оси и пластике, течет еще одна реальность. Покруче фантастики, ее немногие видят, бегут за ней, а потом... Одни уходят на небо, другие уходят на дурдом. Когда приехала скорая, все вокруг бегали, люди кинулись к врачам. Думаю, как хорошо, что вы приехали, идите скорее, все махают руками, там человека убило. Смотрите сами, вот это место, мы даже сделали фотки, вот изоленты, асфальт... Блин, на шметке... И не касаясь между нами, в красе, оси и пластике, течет еще одна реальность. Покруче фантастики, ее немногие видят, бегут за ней, а потом... Одни уходят на небо, другие уходят на дурдом. И не касаясь между нами, в красе, оси и пластике, течет еще одна реальность. Покруче фантастики, ее немногие видят, бегут за ней, а потом... Одни уходят на небо, другие уходят на дурдом... Надо было, чтобы кто-то переворачивал бумажку, а не успел вовремя. Ну, ничего, ничего, ты же текст выучишь. Просто почерк был неразборчивый. Я понимаю. Это вообще Миха виноват. Не твой, Мишка, Мишка, не твой почерк. Но клево, все равно это прозвучало, это самое главное. Вот смотри, Андрей Демян пишет, класс, сижу в наушниках, слушаю знаки, ну, с пластинки. И думаю, дай-ка свое включу и послушаю, кто сегодня в живых. И вот тебе раз. Слышу ту же песню, которую слушал в флэре, думал, на паузу забыл поставить. А нет, приплясываю, однако. Ура, фантастика, пишет народ, ну и так далее. Вот здесь вот было сообщение, сейчас секундочку. О, блин, уже слышал же эту песню, хотя не сказал бы, что часто свою слушаю, пишет Максим Васильев. То есть вот она в премьерах очень хорошо прошла. И народ любит ее, так что зря ты мог бы отказаться, был бы неправ. Да, на самом деле. То есть Алексей Николаев пишет, что у группы есть энергичные песни, есть лиричные, есть комичные. Но нет откровенно плохих мастера своего дел. Мы постараемся, делаем... Сочиним откровенно плохую песню. Кстати сказать, мне кажется, что хоть одна песня у хорошего коллектива откровенно плохая быть должна. Для контраста. Знаешь, как-то вы ходите, играете свою программу, и вдруг такой... А, поле, поле, вот. Такую пили уже. Вот. Что, плохая, что ли? Ну, хорошая теперь. Здесь появился Андрюха Гречайник. Надо ли рассказывать, кто это? Группа ДМЦ, которая... О, Андрюха, привет. Которая на этой неделе играет в программе «Живые». В среду, если я не ошибаюсь. Они у нас здесь. Что-то не имется ему. Видать, он в эфирах хочет уже. Прям вот рвет копытом, бьет. Пишет вот, что однажды в Москве нам посчастливилось играть на разогреве. У Лехи и компании. Это было не раз, на самом деле? Это не был разогрев? Тогда была презентация «Потому что», пишет он. Я был впечатлен и музыкой, и общением с ребятами. Я не ожидал, что такая крутота рок-н-ролльная и без пафоса существует в наше время. Спасибо, знаки. Почему? А потому что, пишет Андрей. Крутота рок-н-ролльная, это я, на всякий случай. Пацаны молчать. Пацаны молчать. Потом, после эфира ему скажете все. Это все после эфира. Я вижу вашу реакцию. Гулять желваки у пацанов начали, они потихонечку. Уже времени остается всего-то ничего, 20 минут до конца эфира. Ничего, дотерпите до конца, там уже выйдете, расскажете ему все, что думаете. Ага. По мордасам мне сразу, да? Вообще, скажи, пожалуйста, ну вот так вот, когда коллега по цеху, между прочим, ДМЦ роскошная группа. Отличная группа, да. Вот когда они признаются в любви, в симпатии, в том, что им это нравится, потому что вы крутые. Вот такого, ну как когда коллеги друг другу говорят комплименты. Это хорошо, плохо, это приятно. Ну, на самом деле, как это назвать-то? Дело в том, что когда вот в такой ситуации, да, вот все это происходит, когда человек с той стороны сидит, мы не видим, что он сейчас делает, например. То есть ты думаешь, что он врет сейчас? Нет, нет. Ну, вдруг они сейчас там с друзьями сидят, вот, где-нибудь за столом. Нет, на самом деле, я Андрея очень хорошо знаю, я знаю, что он не лукавит, и мы с ним играли, ну, не один раз мы с ним вместе играли. Действительно, наш первый концерт был еще когда, в 11-м году, потому что только началась. Потом мы еще играли на каких-то фестивалях, на каких-то концертах. И не скажу, что мы прям вот друзья, когда ходим друг к другу в гости, вот. Но, в общем-то, от него приятно, конечно, услышать это дело. Ну, мы дружим, но вот по-музыкански. Ну, всегда хорошо и приятно, когда коллеги говорят добрые слова, правда? Ну, да. А что для тебя важнее? Ну, давай так, по-честному, комплиментарная часть, если от коллег, от людей, которых ты уважаешь, или хоть какая, но критика? А что такое комплиментарная? Понятно. Михаил Герасиков, спасибо вам за умелое директорствование. Олеся Валерьевна Л пишет на СМС-портал 4647. 4647 пробел, у нас свои пробелы, потом ваше сообщение. Вот сразу видишь, как и директора припомнили на всякий случай. Ну, потому что все-таки приятно же, да, потому что. Однако. Однако. Так, давайте, Константин Ребров, давайте закроем знаки в студию еще на пару часиков. Там же еще столько не спето. Да. Да, это отдельная тема. Приветствующие ребят, скажите, как вы относитесь к классической музыке? Может, есть любимые композиторы или произведения Тори Гэспера? Любишь классическую музыку? Да, мне очень нравится Айвазовский. Хороший был музыкант в свое время, пианист. Да, был Айвазовский. Михаилом звали. На самом деле, да. На самом деле, вот у нас есть товарищ на клавишах, который там с этим, с жирафом возвращается. Вы ничего плохого не подумаете, жирафа, там одна голова. Если что, только рот. Там еще рот. Да. Вот он любит всяких там Бахов, например, Сальери, там Моцарта. Ты скажи что-нибудь, Андрюх. Так ему надо же выходить, это целый день. Нет, я, честно говоря, вообще никакую музыку не слушаю. Ни классику, ни рок, ни панк. То есть вообще ничего? Вообще ничего. С чистого листа? Ну, свою только, потому что слушаю. Ну, я понимаю, да. Это очень хорошо. Композитор Юрий Шостакович. Помнишь, да, День радио? Ну, да, да. Так он же Дмитрий. Да нет. А он Юрий. У военных он Юрий. Не любишь классику и правильно делаешь. Нет, я люблю ее, но не слушаю. Ну, тоже правильно делаешь. Но когда ты сказал, что вообще ничего не слушаешь, меня, честно говоря, смутило. Как же так-то? У меня есть две, наверное, может быть, три группы, которые я иногда, там, раз, может быть, в полгода включаю. Ну, потому что я понимаю. Это одна, знаки вторая. Я имею в виду такие вот, которые прям чуть хуже «Потому что». Вот, это Offspring и я слушаю ЗАЗ. Недавно слушал еще... Да, это чуть-чуть хуже «Потому что». Недавно слушал еще девочку, как ее звать там, зомби, которая поет, как ее... Кренберез, да. Вот, но потом начал... Девочка. Потом перевел... Она уже бабушка мне. Потом перевел текст и мне разочаровалось, в общем-то, в этой музыке я. Почему? Ну, потому что там какая-то жизнь прям такая уж совсем. Ну, а ты не знал изначально, о чем поет Кренберез? Нет. Вот изначально не знал. Пока не знал, нравилось. Потом перевел и совсем все плохо стало. Я, естественно, знал. Я Кренберез слушал много лет, как могу не знать. Но я думаю, что если ей перевести текст «Потому что», она тоже может разочароваться. Нет, вот если перевести текст, например, «Группа Нирвана», да, то там очень все прекрасно. То есть там нет ничего, на что можно обидеться. Потому что там настолько все... А на что ты обижаешься у Кренберез, простите? Ну, там как-то все какое-то... Ну, черное, ну, темное, ну, темная сторона. Ну, и что? Какие-то там дети, там какой-то Чернобыль, там все это. Ужас просто. Ужас, ужас. Ну, а что делать? Это жизнь. Вот рэпи мне больше нравится. Ладно, давайте петь что-нибудь еще, ребят. Что это будет? Что, поем? Что это будет? Думаете или подсматриваете? Долго и счастливы. Кого? Долго и счастливы, например. Давай, давай долго. Давай счастливы. Знаки здесь сегодня. Поехали. Мой приятель поездами продает лук. У него езда мастерства, у нее был друг. Папа друга знает немцу, он вообще левша. Зато он знает друга президента США. Водитель президента, так нормальный чувачок. Навещает друга папы, милый старичок. Внучка, у которого заделала тату. У мастера, который кореш, планы из ЮТУ. Все будет долго и счастливо. Теперь я знаю, как вообще и что. Все будет долго и счастливо. Куда податься, чтобы было хорошо? Все будет долго и счастливо. Теперь все будет лучше, чем всегда. Все будет долго и счастливо. Воно помогает часто пари хиппорий, которые живут в картале красных фонарей. А у них подруга колет ботоксом лицо. У доктора, который стал Жака из Кусто. У Жака был товарищ, он агент из ФБР. Которого поймали при еще СССР. Здесь он подружился с надзирателем тюрьмы. Папа и одноклассника, моей родной сестры. Все будет долго и счастливо. Теперь я знаю, как вообще и что. Все будет долго и счастливо. Куда податься, чтобы было хорошо? Все будет долго и счастливо. Теперь все будет лучше, чем всегда. Все будет долго и счастливо. 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 Теперь все будет лучше, чем всегда. Все будет долго и счастливо. Все будет долго и счастливо. Очень хорошая и очень застольная. И очень такая правильная. Слушай, время уходит, а вот человек рок-жив так зовется. Человек пишет, блин, ну все идет к тому, что они не сыграют своего нового хита. Семен, исправляй ситуацию, тем более и песня новая. Какую такую? А я не знаю, сестра моя вода? Вот человек намекает. Не, не сыграю. А что так? Да, опять Мишка не успеет написать на листочке слова. А ты о чем-то говорил в паузе, этой песни тоже не будешь, что ли, Миш? Она была. Она уже была. Ну все, тогда сегодня уже был эксклюзивчик один, совершенно новая песня. Хватит. Да. Ну нельзя же все сразу-то вываливать. Я так понял, ты обмолвился об этом, а я, может быть, как-то пропустил. Где-то к весне еще альбомчик-то планируется. Да, мы уже почти записали его, и осталось там буквально четыре песни доделать. И все, и будет новый альбом. Да. А названия? Еще нет. Нет, он будет в последний момент прям. Еще нет, ну правильно. Как только будет новый альбом, а какие-то песни из того, что поешь сейчас, они, в общем, туда попадают. Да, 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 конечно. Отлично. То есть мы сегодня что-то уже из этого альбома слышали. Ну, два человека или один человек, не знаю, как правильно называется песня. Один, да? Это, да, из новой пластинки. Чудесно. Значит, мы уже теперь понимаем примерно, какая она будет. Народ стрелки требует, прям вот требует. Я не знаю, как ты к этому вообще отнесешься сейчас. Это один из самых первых и, пожалуй, главных хитов группы «Знаки». Ну, музыкантов передергивает, я вижу. Слышу стрелки. Почему такая реакция? Ну, нормальная реакция. Нет, в принципе, нормально, когда, да, когда передергивает. Просто у нас осталось 10 минут, это две песни максимум, что мы можем успеть спеть до конца программы. Если будут стрелки, кивни. Да, давай стрелки сигнал. О, отлично. Сейчас народ просто начнет чепочки бросать в небо. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Поехали? Поехали. Помнишь, мы же договорились, Когда еще не родились, что встретимся так. Ты в железной машине, поперек сплошных линий, Разобьешь мое сердце от перила моста. На стрелки отстали, и я в одном паре запил. Есть вечер, как луду, а я теперь буду один. На стрелки отстали, и я в одном паре запил. Весь вечер, как луду, а я теперь буду один. Помнишь, мы гадали, что будет? Мы все обычные люди, и на лепестках Остались темные пятна, Я как будто обратно. Держу твои руки В свободных руках. На стрелки отстали, и я в одном паре запил. Есть вечер, как луду, а я теперь буду один. На стрелки отстали, и я в одном паре запил. Есть вечер, как луду, а я теперь буду один. Но стрелки отстали, и я в одном паре запил. Есть вечер, как луду, а я теперь буду один. На стрелки отстали, и я в одном паре запил. Есть вечер, как луду, а я теперь буду один. Народ требует третьего часа, требует продолжения эфира. Я на это отвечу. Нет, друзья мои, за стола нужно вставать с легким чувством голода. Переедать тоже нельзя, правильно? Зачем перекармливать людей? Когда ближайший концерт у вас в Москве? Давай вот мы об этом расскажем. А я не знаю. Так, почему ты не знаешь, что интересно? Я не знаю, когда у нас не в Москве. Я сегодня залез в интернет, а оказалось, что у нас 5-го числа уже где-то концерт. Вот. Да, в общем. Миша, иди скажи сам. У нас либо микрофон, либо молчи. Ты же понимаешь, правило такое. Я тебе микрофон сейчас, смотри, включу. Вот этот. Вот здесь лампочка горит. Вот, говори. Это Михаил. Да, всем здравствуйте. Привет, директор. У нас ближайший концерт это Нижний Новгород, 5-е число февраля. Дальше 7-е Севастополь. Дальше мы едем в тур, начиная с 12-го февраля и до практически конца февраля по Уралу. То есть в Москве вас не ждать ближайший. В связи с тем, что у нас тур, в Москве в феврале концерта не будет. А в марте, 8-го марта, в женский день. 8-го марта. Да. Девочки, запасать. У нас будет два концерта до 8-го марта. Ну, у нас будет один сольный концерт, а еще планируется выступление в совместном фестивальчике. Я пока не знаю, кто там еще участвует, но, может быть, подготовим маленький сет «Потому что». Чуть-чуть маленький, а я готовлю большой. Ну, не как сольный концерт. Я так понимаю, что не только репетиции нет у коллектива, но и общения с директором никакого. Мы на концертах репетируем. Я полагаю, что ты видишь его периодически только на концертах и на выступлениях. Он спит ночью, а я как бы, ну, я работаю, а потом он, когда просыпается, я уже ложусь в спать. Обычно я его бужу, часа в два, в три дня. Поэтому Миша так сейчас счастлив, что имеет возможность тебе в лицо сказать. Нет, у нас все налажено. Алексей узнает о концерте, о том, что надо куда-то ехать. Я ему звоню, он едет, все отлично. В сабонное остальное время он пишет песни и музыку, да. А остальные ребята все в курсе, мы как бы, все у нас так отлажено, и никто никуда не опаздывает. Ну, хорошо, запоминайте, что в Москве 8-го марта. Это имеет значение, потому что люди рвутся на концерт, значит, 8-го марта вы сможете посетить... А где, кстати, 8-го марта? Ты же, Миша, не сказал. Клуб Калипсо такой. Калипсо. В клубе Калипсо 8-го марта концерт, концерт группы «Знаки». А до этого концерта они будут частично в туре, я так полагаю, тур будет продолжаться. И после 8-го марта в Москву они заедут, да, с концерта. Ладно, ладно, это потом выясним, время уходит, его терять не хочется. Вот последний вопрос я задам, после чего уже финальная песня пойдет. Саня Шибанов, так за человек, пишет вот что. Алексей несколько лет назад спел на фестивале с дочерью. Это была разовая акция или стоит ждать? Разовая. Ожидать. Разовая. Нет, да? Да. Александрой зовут? Да, Санька, она как бы закончила музыкальную школу. Вот он пишет, что голос такой роковый, хороший, жалко. Ну, она сейчас, мне кажется, не очень как-то в музыке ровно дышит. Это потому что она потому что услышала? Нет. И поняла, что ничего лучше бы она не сделает в этой жизни? Ей нравится, когда перед ней куча народу. А мне не нравится такая ситуация, когда... Перед ней много народа. Да, когда ей это нравится. Вот, то есть она... Ах, папашка заговорил. Эх, папашка заговорил в тебе. А вдруг у девочки пошло бы? Вот пошло бы, после соберет сама столько людей, а потом я ей помогу. Ах ты, зараза какая. Ах ты, зараза какая. Как же молодые музыканты нервничают, когда им всякие там продюсера говорят, а вот собери зал из трехсот человек, а мы тебе будем помогать. Как ты можешь так? Помоги дочке. Самый лучший продюсер, это не человек, который помогает... Самый лучший продюсер, это не человек, точка вся. Это тот, кто скажет, что работай. Вот, когда человек начнет работать, тогда я буду помогать, а пока не буду. Ладно, я тебя понял. Закрывать эфир чем будем? Чем? Мамой, да. Мамой, все в голос крикнули мамой. Ладненько, прощаемся сегодня со знаками. К сожалению, время быстро вылетело. Завтра в программе «Живые» группа «Луна» и «Лусины Геваркян». Привет ей прямо от нас. Обязательно. Поехали? Да, всем огромное спасибо, что вы были сегодня с нами. И всем спокойной ночи, прекрасное настроение пускай у вас будет. И пусть притянутся вам прекрасные какие-то сны, например. Почему? А потому что. Я на земле лежу, как зверь, дышу на зло. Хожу ногами по земле, бежу бухлой. Хотя моя мама была супер-герлой, Дела вообще мало, и белой, и черной. Не дождалась, и ладно, моего рождения. Исчезла в непонятном направлении. В одном прекрасном городке всегда ледник. Попробуй угадай с трех раз, где я возник. Хотя моя мама была супер-герлой, Дела вообще мало, и белой, и черной. Не дождалась, и ладно, моего рождения. Исчезла в непонятном направлении. Мой доктор мне залил, где кровь, счастье вообще. И сумасшедшая любовь пошла во мне. Хотя моя мама была супер-герлой, И пила вообще мало, и белой, и черной. Не дождалась, и ладно, моего рождения. Исчезла в непонятном направлении. Хотя моя мама была супер-герлой, Пила вообще мало, и белой, и черной. Не дождалась, и ладно, моего рождения. Исчезла в непонятном направлении. Дальше, дай мне я. Исчезла в непонятном направлении.